Статья в журнале LifeJournals, пользователь Городжанин Идзи Би. Египетский морок, строительство колоссов, сфинкса, пирамид на заре эра фотографий в 19 веке, часть 1. Ученые официальные, академические и альтернативные, конспирологические, пишут, что все это высечено из цельной скалы из камня. Древнейшая, мол, статуя на земле, свидетель потопа, загадка тысячелетий. Хватит врать-то, блин, уже. Литье как литье, как и вся историческая древность. Давно пора это показать. Древний Египет, воспетый миллионами источников, все свои тайны держит на виду, но людям им замечать не положено, потому что он краеугольный камень всей лжеистории официозников и альтернативщиков. Без него рушится тьма официальных и альтернативных наук, академических и конспирологических учений, культурологических, теологических, эзотерических воззрений, библейских, еврейских и не весь каких еще проектов – это очень важная часть духовной и материальной культуры человечества. Древний Египет Оживленному наукой, литературой, кинематографом, Древний Египет раскапывался и открывался в середине XIX века авантюристами, консулами и прочими, которые стали затем великими археологами. И как библейский Вавилон или античная Пальмира практически весь Древний Египет представляет собой недострой, незаконченные стены или колонны без перекрытий, ни дня не бывшие под песком, на 90% без отделки и попыток отделки и нанесения формованной штукатурки. Это просто один большой бессрочный проект вне матрицы по наделению истории. Долговременная цеховая программа. Давайте сравним, чтобы не голословно, как выглядели на фотографиях середины второй половины XIX века якобы только что раскопанные открытые древности. Немного древнего Вавилона Знаменитый Зиккурат Ур Все знают, что построен он в XXI веке до н.э., реконструировался всеми, кому не лень, в VI веке до н.э., до Саддама Хусейна в XX веке н.э. И сейчас представляет собой практически новое сооружение, как и все памятники древнего Вавилона. Считается, что Зиккурат Ур открыт в XIX веке, но раскопан и очищен от многовековых наслоений только экспедиции сотрудника Британского музея Вулли с 1922 по 1934 год. Кроме этого, Вулли участвовал в открытии и раскопках многих знаменитых городов Египта, Шумера, Малой Азии. Британский музей ломится от артефактов с этих раскопок. В 1928 году в раскопках Ура якобы принимала участие знаменитая английская писательница Агата Кристи, и есть фотография вполне позерская. На снимке рубежа XIX-XX веков стена этого самого Ура. В этом виде она пребывала до 1922 года, а до этого стояла 2500 лет. Вы дадите этому 2500 лет? В Донецке, в Барнауле, да много где, до полна таких же стен, да и похуже есть. На ближнем плане складированы кирпичи и торчит стена, занесенного песками времен древнего Вилонского дома. Дальше такие же аккуратные складированные стопки они и бросили, не доделав эти дома. На стенах и стопках кирпичей нет ни перекрытий, ни следов от них. Ворота Иштар, построенные Навуходоносором в VI веке до н.э., были реконструированы и разошлись в крупнейшие музеи мира в виде версий для туристов. Реконструкция ворот Иштар и дороги процессий была произведена в 1930-х годах. В Пергамском музее в Берлине из материала, найденного колдивием. Фрагменты ворот и львы, украшающие дорогу процессий, хранятся в разных музеях мира. В Стамбульском археологическом музее хранятся барельефы львов, драконов и быков. В Детройтском музее искусств хранится барельеф Сируша. Барельефы львов есть в Лувре, музее метрополитен в Нью-Йорке, в Восточном институте в Чикаго, музее школы дизайна Рот-Айленда и музее изящных искусств в Бостоне. Копия ворот Иштар была построена в Ираке у входа в музей. На рубеже 19-20 веков ворота Иштар были такими. Где тут многовековые наслоения? Их нет, это не стояло 2500 лет, это просто брошенное строительство. Оно не было погребено песками, на нем проросла трава и пальма пробилась. Здесь никто ничего не раскапывал. Ворота дворца Навуходоносора. Это было 3000 лет под песком. Песок даже в нишу и пазы не набился. В нижней нише, если присмотреться, тоже не песок, это бурьян. Холм чистили, мусор туда свалили. Чего-то строить собирались, но нашлось этим брошенным стенам лучшее применение. Непосредственно до раскопок Колдивея Вавилон выглядел так. Еще одно фото руин Вавилона до раскопок. Здесь явные недоконченные стены и нет никаких перекрытий. Почти весь древний Вавилон, одни вот такие стены, начатые и брошенные, и нигде нет следов от перекрытий, плит и балок. В Барнауле такие же поселки были в 90-е, когда люди бросали за стройку. И это не заносилось песком ни на тысячи лет, ни даже на год, иначе бы пустынные травы не выросли. Чего тут пальмы выросли под тысячелетними песками? И вообще, где материалы, описания, кино и фотодокументы, весь ход раскопок Вавилона? Нет ничего. Понимаю, что этих фото очень мало для таких выводов, но они могут быть объяснены только одним – древний Вавилон – глобальная афера. Вся великая история Вавилона делалась медийно, музейные артефакты делались на потоке, как и древние греческие и прочие. А непосредственно на месте был использован какой-нибудь брошенный застройщиками городок и преподнесен как великий город. До 20 века, напомним, город Вавилон считался библейской метафорой, но был вычислен, открыт и раскопан немецким архитектором, преподавателем, археологом Робертом Калдеевым в 1899-1917 годах, ранее участником раскопок Трое. Сам же его босс, великий наставник и археолог Генрих Шлиман, фотографам дело увековечения своих трудов не очень-то доверял, оставив только несколько явных постановочных снимков с эпохальных раскопок других литературных городов – Микен и Трое Иллиона. И вообще предпочитал сохранять в веках свои энцикелопедические открытия в Иллиаде и Трое в рисованном виде. И не зря вся та же противная растительность из-под глыб, лежавших под спудом культурных слоев с гомеровских времен в только что раскопанных Микейских воротах и крепости, бурьян и кустарники многолетние заставляют сомневаться, что их только что раскопали. Немного античной Пальмиры. Если посмотреть на эту триумфальную арку с элементами эллинистического или древнеримского стилей, какой она была в 1870-х годах, на соседнюю арку, на триумфальную с другого ракурса, на колоннаду длиной 1500 метров, на храм Ваала, храм Диоклетиана, то любой нормальный человек обязан увидеть, это не было занесено песками ни две тысячи лет, ни год назад, ни даже день. На фото отлично видно, что Пальмира, Вавилон, Ниневия брошены незадолго до съемки недострой, который ни тысячи лет, ни года, ни одного дня не был занесен песком. А иначе не было бы пустынных трав и кустарников, которыми все эти древности заросли после того, как это было поставлено и брошено, затем открыто и снято в середине 19 века, на заре эры фотографии. Никто там ничего не раскапывал. Какими стояли эти сооружения, такими и заснял их фотограф. С момента сооружения прошло 10-20 лет, если судить по высоте растительности. Нашелся репортажик о строительстве шедевра древней хатры, над которой глумились игилы-дебилы, открыв внутри древних голов сильные, горячекатанные швеллера из мартеновской печи и арматуру в эллинистических статуях 3 века до нашей эры. На сей раз еще интереснее. Ну, коль скоро речь о вандализме массовки из медиафантома ИГИЛ, напомним, как актеры рушили крылатых стражей из бетонных кубов, сформованные штукатуркой из дворца ассирийского царя Сеннахириба, якобы 8 век до нашей эры, великого британского археолога Генри Лейерда и статуи с арматурой из крепости Дуршарукин Саргона II, построенной якобы в 8 веке до нашей эры. Французского консула Поля Эмиле Ботте открыл, раскопал в 1842-44 годах, продолжил открывать Виктор Плас в 1852-55 годах. ИГИЛовцы разбирали крылатых гениев, армированные изделия по принципу Лего из дворца Ашур-Назирпала II в Калахе, сделанные якобы в 9 веке до нашей эры, раскапывались в 1845-1851 годах. В дополнение к посту еще несколько литейных армированных изделий, раньше не показывал. И еще немножко Пальмиры, съемки до всех игилских спектаклей. Арматура там насквозь, если присмотреться, в экспонатах музея и римско-эллинистических руинах. Стальные закладки. Стойка входа храма Баала вся в арматуре, круглой и профильной, срезали еще, видимо, жители древней Пальмиры. Немножко полюбуемся на храм Петра, цельно вытесанный во всех трудах, учебниках и проспектах. Высекли, первохристиане Древнего Рима, храм Петра в цельной скале, без шуточек, без штукатурок, кирпичей и литья, по обыкновению. Немного древнего Баальбека. Накосячили древние римские строители с этим крупнейшим каменно-тесаным сооружением античности полтора века назад преизрядно. Поразительно, как разные Деникины на тот древний Баальбек до сих пор ведутся. Вот если эту часть каменного блока кому показать, не говоря, что древний отесанный храм Юпитера, каждый первый скажет, опалубка и раствор, причем с пазухами. Не долили бракодилы, слой и следующий погнали. Ученые, правда, про лазеры, суперинструменты для срезки камня толдычат. Ну, у них работа такая. А дальше самые большие в истории человечества каменные блоки. Вот эти самые. Кромка блоков, явный уголок, из коего каркас опалубки сделан. И какое-то плетение на этом каркасе. Правда, ученые тут про загадочный суперинструмент трындят, которым великие процивилизации фаску с камня снимали. Ученым тоже надо детишкам на молочишко зарабатывать. А вот тут уже и фаска не катит, потому что это мусор, который на нижнее литье попал и верхним литьем залился. По предположениям ученых насчет фаски, это у великих процивилизаций просто лазер сломался, поэтому пришлось один блок из бетона отливать. Но только один. А остальные, как ученые говорят, таки лазером прорезали. А потом силой мысли подняли друг на друга, а другие ученые говорят, что блоки лепили мантрами из скалы и поднимали тоже. Соберутся сто буддийских монахов и нуду деть мантры исполнять. А у какого-то монаха Сахасхара была не в Пуруше, как у всех нормальных монахов, а у соседской вдовы под подолом. Вот и накосячился единый труд в одном месте. Ну и потекают они, конечно, как и большинство древностей, и колонны, и блоки. Вот реальный секрет всего этого литья. Биоматериал в то литье замешанный. Во все пирамиды, бальбеки, кромлихи и дольмены на всех широтах. Этот самый, органика разной дозы. Кровь, плазма, тканевая жидкость, сукроица, лимфа с данной сакральной генодрянью. Но ученым сей сакральный секрет открывать пока не велено. Может, попам доверят открыть, может, политикам, это уже другая тема. А в этой про лжеисторию полюбуемся на древнеримскую стальную закладку в древнеримском каменно-тесном дзодчестве древнеримского храма Юпитера. А потом посмотрим парочку цельно-тесанных колонн Баальбека из гранита, чтобы вспомнить культовые питерские колонны Александрийскую, Казанскую и Исаакиевского соборов. В Баальбеке представлены обе технологии литья из искусственного гранита. В одном месте примеры таких колонн рядышком парочкой стоят. Одна составная под литой гранитной штукатуркой, как все питерские, другая из литых составных частей. Питерские, вопреки официальным и альтернативным ученым, все составные. Александрийский столб, если смотреть в разных фильтрах, неизбежно покажет все 10 составных частей. Колонны Исааки, если, например, применить красный фильтр к этой знаменитой фотографии с заплаткой, покажут составные части. Составные части колонн Казанского, хоть они внутри и освещены, в одной паре можно вытащить, например, с этого оригинала. Вырубать же такие дуры целиком, точить, тащить, корячиться, ставить, дураков нет. И в обыкновенной людской, и в плеядеанско-сирианской цивилизации, а не только у историков, альтернативных и официальных встречаются. И самый крупный тесанный объект в истории человечества знаменитый Южный Камень. Он был отлит точно на том месте и в том виде, в каком сейчас, то есть наклонной площадке, неровно лежащем, так же, как и бросили римляне. На нем ясно видны горизонтальные слои литья, абсолютно неизбежные при таком объеме. Стрелочками показаны границы слоев. При боковом освещении заметна не только разница в фактуре слоев расположенных, опять же, горизонтально, но и зона трещин между слоями, идущая также горизонтально. В нижней части Южного Камня, где равномерное качественное литье, дело проблематичное по физическим законам, у якобы древних римлян возникли естественные пазухи на верхней грани Южного Камня. На этих же съемках с пазухами отчетливо видна цепочка пазов от бруса, которым скреплялась верхняя створка опалубки Южного Камня. Кружочек показывает пазухи в литье, где раствор не заполнил пространство над опалубкой. Линеечка – ряд выемок из-под бруса опалубки. Стрелочка показывает наплыв верхнего слоя на нижний при последней заливке Южного Камня. Предпоследняя заливка уже высохла и затвердела. Опалубку для последней заливки эти древние римляне поставили выше, чем следовало. Последняя заливка не совпала с предпоследней и потекла поверх нее. Очень интересно послушать товарищей ученых, вытесальщиков, каким образом эрозия выбрала вот эти замечательные эрозийные пазлы из-под балок, квадратные и расположенные на равном расстоянии по линеечке. Или все-таки пришельцы с ваджарами? А вот замечательный наплыв эрозия делала первым этапом. Получилась форма, силуэт камня. А потом пришла вторая эрозия и выбрала знакомые уже пазы, а также пазухи от литья и на гребне наплыва и под ним во вмятине, в которой он наплывал. Немного древнего Египта. Сколь не скудна растительность египетских пустынь, а практически весь древний Египет делался на границе пустыни и в пустыне, а она тоже укажет на первых фотографиях основных открытых раскопанных памятников древнего Египта, что никто их не раскапывал, так и стояли со строительства. Знаменитый комплекс Меденет-Абум Рамзеса III построен якобы в XII веке до н.э. Был открыт и раскопан учеными Высшего Совета Предметов Старины СССР Египта в 1859 году. Был полностью открыт из-под песка, перед тем, как сообщает сайт СССР, большое количество коптских зданий было удалено. Законченные раскопки в 1920-х годах Восточным институтом Чикагского университета. У фото есть дата 18 марта 1862 года. Руины три года как раскопанные, давно лежат, заросли пустынной травой. Еще Меденет-Абум Насчет этого пилона даже речи быть не может о тысячелетнем или хотя бы недельном пребывании под песком. Возле него деревья выросли. Тут вообще забыли балки убрать, на которых древнетесанные элементы древнеегипетской архитектуры держатся. Вот три забавных снимка. Колонный зал Аминхотепа III, тот же Луксор, Медидент Абу, фотограф Генри Камас, 1864 год. Второй автор неизвестен, но явно позже. На фото брошенные строительные причиндалы для доливок отделок и сваленные в кучу отделочниками кусты-деревцы, от которых они площадку расчистили. Это было под песком 3000 лет. Это не было ни дня под песком, коли такие кустищи выросли, которые в пустыне, напомним, прибавляют по сантиметру в год. Дата раскопок, напомним, 1859 год. Песок доставили позже, а на 1864 год еще ни полы не были готовы, ни раствор скалон, и сарок не счищен. Дело сдвинулось, песок привезли, но банки для раствора и конструкции лесов еще не убрали. Вот теперь другое дело, готовая древность, нынешний вид. Еще забавнее, гипостильный, то есть поддерживаемый сплошными рядами колонн, зал. Здесь все, что осталось от колонн, пишут историки. Планы и реконструкции рисуют архитектура нового царства, пожалуйста. А на фото после раскопок те же нижние сектора колонн и ни одного верхнего сектора тут отродясь не было, хотя их тут должно быть по три сотни, куда делись-то? Не стали их делать древние египтяне, никто никогда не строил этот зал, так бросили как есть, сроки сжали, снабженцы подкачали, прорабы решили, так сойдет, мы ж не для фараонов стараемся, а всего лишь для баранов современников с их потомками. Истории наделяем, пускай же потрудятся, мозги напрягут, да рисуют чего-нибудь. Другой памятник в том же Луксоре прославленный храм Амона-Ра в местечке Карнак, крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, построенный в 20-13 веках до нашей эры, всемирное наследие ЮНЕСКО. До раскопок 19-го века был полностью погребен песком, не смущаясь пишут научные и туристические проспекты. Имеется фото знаменитых раскопок, западный вход в святилище ОМОНа. Почти с той же точки фото сегодняшнего дня. Что мы видим? Нечто странное, железная дорога, на арабской тяге понятным. Древнеегипетских плит ясен пень нет, блоки в беспорядке валяются, арабы катят вагонетки с отливками каких-то шедевров в сторону храма, очень интересно. Над баранами в правом ряду тренога подъемного сооружения, и баранов с телами льва явно не достает ни в той, ни в другой шеренге. Это не раскопки, это финал строительства, уберут строительный мусор, привезут баранов, выложат плиты, будет наследие человечества и ЮНЕСКО. Замечательное фото в тему, прибытие бараноголового сфинкса на раскопке аллеи бараноголовых. Такой же треногой их и выгружали перед установкой на входе в храм ОМОНа. Забытые опоры для сырого древнеегипетского тесаного литья в среднем проходе храма ОМОНа-РА. Не замазанная фотографом арматура тот же карнакский храм ОМОНа. А вот и знакомая по входу во дворец древнеегипетская железная дорога внутри него. И коль скоро речь о железнодорожном транспорте древних египтян, покажем транспорт и древних египтян. А теперь посмотрите внимательно на тех древних египтян средний нил, гробница Тахарка. Что они делают с помощью двух рельсов, ломика и рычага из балок снимают аккуратно древнеегипетский шедевр. Бесценную бетоноплиту перекрытие пирамидального храма фараона Тахарка, добираясь до гробницы или все-таки водружает ее на место на опорные стены. Если раскапывают, то кто на опорные стены рельсы положил, по которым плиту закатывают фараон Тахарка? А вот этого фараона только что откопали из песка или привезли на место находки в вагонетке? Разумеется, не откапывали, а только привезли. Песок даже в пазы внутри отлитой формы забутованным в спешке мусором не успел набиться. За 2200 лет обязан был набиться. Руины пилона опять карнак. Пальмы не растут под песком, из которого выкопали пилон полтора века назад. Они как минимум ровесницы строительства. Типичный египетский недострой Рамесеум Рамзеса II, якобы XIII век до нашей эры. На фото 1875 его опять кусты выдают. Еще один город из-под песков Гермонтис XV век до нашей эры, никогда не бывший под песком. Любой продолжит, Египет вбрасывали грандиозными порциями во времена открытия на заре эры фотографий. А мы взглянем на Абу симбел уникальные древнеегипетские изваяния, цельно вытесанные древнеегипетскими каменотесами из древнеегипетских монолитных скал в 13 веке до нашей эры и открытые списанные, то есть возведенные в 1813 году, интересны тем, что были разобраны так легко и перевезены выше в связи с отоплением водохранилища Асуанской ГЭС. Отливались, как и все подобные изваяния, кубами, держались, как и крылатые гении Асирии, арматурой, которая загнулась вниз при выемке кубов. Посмотрим псевдодокументальный фильм о переносе комплекса. Из эпической девятимесячной пилешки ручными пилами, как утверждают участники работ, нашелся один недокадр из трех секунд, и тот невнятный ночной. Зато весь фильм пилят макет головы Рамзеса. К пилильщикам два вопроса. Как возможно распилить форму шире, длины, ручной пилы, ту же голову Рамзеса оригинал, а не макет? Как возможно отпилить фрагмент снизу под грузом в десятки тонн? Последнее фото посмотрим внимательнее. Это разбор. Пилешкой этой грани стрелка отдаленной не пахнет. Эти пазы, мелкие стрелки, выпилить априори невозможно. Разбирают тесаную статую, как кубики лего, которыми она последовательно и заливалась древнеегиптянами. И сразу троллям, чтобы не тупили. Это именно разбор статуй, а не сборка. Разбирали над Нилом, собирали над Асуанским морем, у которого края не видно. От липового цельно тесаного Абу-Симбела переходим к сфинксу. Якобы древнейшая статуя человечества, свидетель потопов и хранитель пирамид, высеченный из цельной скалы, на деле последний из объектов древнего Египта в Гизе, достраивавшийся уже фотоэпоху. Цельная скала, естественно, чушь. Здесь стопками складывался брак, разномастный материал со всей Гизы, плитки и транспортабельные блоки, четыре таких стопки-тумбы объединялись в тело по завершении строительства древнего Египта на Гизе, отлили голову как финал великой стройки. Более примитивного, монументального сооружения не бывает. На ранних фотосессиях отлично видны четыре раздельных тумбы, а между третьей и четвертой был даже сквозной проход. Отлично видно, из каких материалов делалась цельная скала, обыкновенный строительный брак. Задняя часть докладывалась и доливалась, ближайшая к ней третья стопка тумба докладывалась с левого бока сфинкса и сравнивалась с четвертой, то есть достраивали сфинкса уже в эру фотографии и наставшая эпоха новых носителей информации не стало тому помехой. Смотрим изменения о хвосте выравнивания. Соединение с наращиванием, заодно еще раз рассмотрите как следует, что там за цельная скала в этом сфинксе. Так и получился привычный нынешний вид зверя. Долилась до привычного вида гривом и последняя треть верхней части головы. Следы этой финальной доливки головы видны и сейчас. В следующий раз под видом ремонта или реконструкции или обновят штукатурку и останется как новенькая цельная скала. Так и делались все египетские древности. Достилается, докладывается древнеегипетский пол, доливается грива. Вуаля, как здесь и было. Три с половиной тысячи лет назад у официозников и двенадцать у альтернативщиков. Как мы уже видели, на строительстве Стоунхенджа, на Гизе и конкретно на Сфинксе также применялись узкоколейная железная дорога, причем, в отличие от стройки британской древности, где она осталась лишь в документах, на Сфинксе она многократно попала на фото. На разных стадиях завершения строительства смотрите на хвостье и гриву. Также в эпоху фотографий делались Стелла Тутмоса четвертого из восемнадцатой династии, правившего в 1397-1388 годах до нашей эры. Сын Аменхотепа Второго и царицы Тиа, хотя и был сыном главной царицы, первоначально не предназначался в преемнике своему отцу, рассказывают историки. Впоследствии Тутмос рассказывал о чудесном сне, приснившемуся ему, когда, будучи еще царевичем, он после охоты отдыхал в тени великого сфинкса. Во сне ему явился бог Хорем Ахет Хенри Раатум, которого якобы изображал сфинкс и потребовал расчистить его от песков, которые приносились ветром из пустыни и ко времени Тутмоса уже почти полностью погребли под собой великого сфинкса. В награду за эту услугу бог обещал сделать Тутмоса фараоном. Проснувшись, Тутмос набрал рабочих, расчистил и вскоре стал фараоном. Надпись, повествующая об этом событии, была помещена на плите у передних лап сфинкса. Кстати, в этой же надписи упоминается и фараон Хефрен, из чего наука делает вывод, что великий сфинкс был высечен во времена правления Хефрена, 4-я династия 2500 до н.э., а альтернативная наука еще 10 тысячами лет раньше. Надлежащая надпись Тутмоса 4-го была пришпилена на куб в ходе строительных работ, ее мешком накрыли, предохраняя от камушков и песка. Кстати, обратите внимание и на вагонетки строителей. С этого ракурса видно, что надпись Тутмоса 4-го делалась поверх прежней надписи, чем-то не устраивающей заказчика. Вот они, Аминхотеп 2-й с Тутмосом 4-ым. Шутка, отлили надпись не они, но ребята безусловно в курсе того, что делалось на Гизе. А теперь давайте посмотрим, для чего этой самой загадочной и великой статуей в мире зарубили явный изгибающийся хвост, закруглили бока и сделали круглый львиный зад. Сфинкс из мифов и легенд принял нынешний облик не так уж давно. За два века информационного обеспечения фальсификации изображениями нынешнего привычного сфинкса насытили все эпохи. Но до 18 века сфинкс был тварью с рыбьим хвостом. Вполне узнаваемый образ существа известного под именем русалок, сирен, фараонок, нереит, морских дев. Оно же под именем собственным тритон, догон. Было прародителем шумеров, а сирийцев филистимлян. В 16 веке ну так считается, давайте немножко подержимся за традиционную историю для лучшего понимания метаморфоз. Сфинксы это датируется 1500-ми годами. Керамика 1557-го года ну так считается, хранится в Лувре. Пиранези 1740-1778 год. Сфинксы разнополые, то есть отдельный размножающийся вид 1540-45 годы. Они составляют типичную сакральную композицию двое сбоку, сопровождают сакральный сосуд с ген дрянью, то есть являются носителями сакрального гена 1551-й год. Еще Хейнрис Альдер Гревер 1535-й год. Аллаэрт Клаес 1520-й 1950-й годы. Протеи персеиды сопровождали морского царя, он же Нептун и Посейдон. Египет в древнегреческой мифологии страна, где правил Посейдон и его потомки. Протеи и переиды, в том числе сфинкс, сфита Посейдона, вместе с ним стоящая над Нилом. Картина 1546-го года. Вторая пара лап появлялась время от времени и окончательно выросла к 18-му веку, хотя тритоннообразные черты, в смысле тритонно-земноводного сфинкс сохранял. 1696-98 год. Существо, которое было первым прообразом сфинкса, тогда еще не открытого и не раскопанного, тварное существо с геном нелюдя. Это другая тема. На это есть тьма видео, на тему русалок. Раскопки, считается сфинкса, начались в 1858 году, в основном закончились в 1925 году. Примерно на начало раскопок приходится создание многих выдающихся действительно так произведений литературы, музыки и всех видов искусства о русалках. К этим же раскопкам активно воспевался, штамповался сфинкс нынешнего облика. Записывались мифы и легенды. В 1830-х годах малые копии сфинкса завезли в тот же Петербург. Примерно тогда же исчезли из обзоров и трудов по географии биологии морские люди, русалки. Везде указано, что еще автор систематизации живого мира Линней в 18-м веке систематизировал русалок, как и гидр, хотя самих трудов с ними не находится. Получается, что сфинксу сделали задницу льва, а не исконную, какая должна была быть по античным мифам, в рамках одной глобальной программы уведения мерзости, которая сейчас известна как русалка, в область автономно существующих сказок и легенд, то есть мифологизации ее. Накануне наделения науки инструментария для точной классификации живого мира увели с глаз долой от излишних вопросов. Русалка осталась, помимо искусства и фолклора, на звездном небе и в астрологии козерог, но уже никакого отношения не имеющая к сфинксу.